Спасибо, господин председатель. И если мы посмотрим на развитие хирургии, мы видим изменение подходов от мастектомии, радикальной мастектомии, органосохраняющей операции и неакселлярной диссекции у пациентов с негативным статусом по лимфоузлам. И исследование ОКОЗОК-З говорит о том, что если имеются положительные лимфоузлы, не проводится акселлярная диссекция после неодевантной системной терапии. И сейчас идут дискуссии о месте хирургии в тактике ведения пациентов с РМЖ после неодевантной системной терапии. И если у пациента имеется патологически полный ответ, делается по диагностической биопсии после операции. И мы видим влияние системной терапии на операцию хирургии при РМЖ. И полученные результаты, основанные на данных РКИ, показывают, что мы имеем патологический полный ответ. Составляет 13,7% на адриомицин. И практически 75% пациентов требовали мастектомии или органосохраняющей операции в дополнение к неодевантной терапии. IC плюс токсаны в основе неодевантной системной терапии обеспечивала патологический полный ответ на 26% в 2000 году. И операция хирургия молочную железу применяла 42% случаев. В добавлении к пациентам мы видим IC плюс токсаны. Созревали патологический полный ответ. Практически 70% случаев с тростузумабом и актезумабом в 2005 году. И далее появилась таргетная терапия в 2016 году. После неодевантной системной терапии. И у пациентов с клинически отрицательными лимфоузлами. Последняя дискуссия касалась вопросов операции. Проводилось множество исследований, в которых обсуждалось место хирургии у пациентов с патологическим полным ответом. У которым диагноз ставился по биопсии после курса неодевантной системной терапии. Мы знаем, что неодевантная системная терапия или НСТ увеличивает частоту органосохраняющих операций и позволяет конвертировать иноперабельные опухоли в операбельные. Также она обеспечивает улучшение косметических исходов, позволяет выявить пациентов с более низким или более высоким локорегиональными рисками на основании патологического ответа. Также она снижает обширность или объем акселярной хирургии, снижая стадию пораженных лимфоузлов. И также обладает потенциалом эллиминировать или избавить нас от локорегиональной терапии благодаря использованию более активных схем. И благодаря, либо за счет более адекватного выбора пациентов с использованием биомаркеров. Точная идентификация остаточной опухоли необходима для планирования операций. Все рентгенологические тесты должны быть повторены после НСТ для оценки ответа на терапию. И изменение опухоли вследствие под действием НСТ приводит к возникновению сложностей в оценке бремени опухоли при применении УЗИ и маммографии. МРТ является более точным инструментом для оценки остаточного бремени опухоли в этих условиях. И его точность в определении полного патологического ответа в грудной железе составила 83% по данным метаанализа. Показания к органосохранирующим операциям после НСТ совпадают с показаниями к операции по более ранним стадиям рака. То есть это возможность достижения хирургически отрицательных границ, хирургически удовлетворительный результат и возможность удаления всех подозрительных микрокальцификатов из молочной железы, а также предпочтения пациента. Отрицательные хирургические границы после лампактомии является достаточно спорной темой. Есть масса соображений касательно такого паттерна типа крупной дроби. Этот паттерн может привести к остаточному бремени опухоли с минимальной отрицательной шириной границ. Исследования на СППП B18 и B27 в них применяли определение границ как отсутствие окраски на опухоли, и они сообщали о высокой частоте локорегиональных рецидивов. Однако исследование Энди Андерсон не обнаружило отрицательных границ, значимой связи негативных границ с выживаемостью без локальных рецидивов после НСТ. НСПП B18 и ERTC в этих исследованиях сравнивались 4 цикла AC, и в них сообщалось о том, что практически 27% пациентов требовали мастектомии на момент первой манифестации, и они, соответственно, подходили для органосохраняющей операции после НСТ. В последующих исследованиях типа КАЛКБ, когда изучалось НСТ, у триполнегативных и ER2 положительных пациентов 42% и 43% пациентов, у которых исходно рассматривали вопрос о проведении мастектомии, в итоге стали кандидатами на органосохраняющую операцию после НСТ. Если мы проведем сочетанный анализ исследований СПП B18 и B27, мы можем увидеть, что в НСАБП B18 пациенты с операбельным РМЖ более рандомизированы на две группы. Первая группа – это, соответственно, операция с последующим курсом AC, вторая группа – это наодеватная терапия AC и затем операция. И исследование НСАБП B27, оно было проведено также у пациентов с операбельным РМЖ, и пациенты были рандомизированы на три группы. Первая группа получала курсы AC и с последующей операции, вторая группа получала четыре курса AC, затем доцитоксел плюс операция, а третья группа получала четыре курса AC, операцию, и затем четыре курса доцитоксела. Было выявлено порядка 256 локореагиональных рецидивов в рамках исходного анализа. В этом сочетанном или комбинированном, скажем так, анализе частота операбельного РМЖ была очень высокой. Практически 70% пациентов имели клинический уровень Н0, 83% у них был поставлен диагноз клинический Т1-Т2, и менее 10% имели, был обнаружен рак третьей стадии. И десятилетняя кумулятивная частота локореагиональных рецидивов составила 14,3% и 12,2% в этих двух исследованиях, соответственно. И также наблюдалось значимое снижение десятилетней кумулятивной частоты локореагиональных рецидивов при добавлении доцитоксела. Его частота составила 8,5% и достигла границ статистической достоверности. Если посмотреть на мультивариантный анализ этих исследований, то возраст младше 50 лет, размер опухоли более 5 см, положительный статус клинический статус по узлам и патологический статус по узлам блочной железе, если он был положительным, были независимы предикторами десятилетних локореагиональных рецидивов. Мы знаем по данным исследований, что частота патологически полного ответа различается для разных молекулярных подтипов опухоли после НСТ. Его частота составила порядка 7% от 7 до 16% процентов с гормонально-позаложительным браком и заставила 18-30% при ХЕР-2 и процентов при добавлении тростузумаба. Иногда он достигал 50, даже 65% при добавлении тростузумаба и эктозумаба. И частота... И мы знаем, что... Патологический полный ответ и органосохраняющая операция не показали параллельных взаимосвязей, скажем так, между частотой полного патологического ответа и частотой органосохраняющей операции. Это также было отмечено в мета-анализе, в котором добавление токсанов к адриомицину и циклофосфану удваивало частоту полного патологического ответа, но при этом частота органосохраняющей операции была сходной с таковой в группе AC плюс токсан. Однако многие женщины, участвовавшие в исследованиях, уже подходили для проведения органосохраняющей операции, как вы видели на предыдущем слайде, и менее 10% пациенток... У них была поставлена третья стадия РМЖФ по данным предыдущих исследований. Таким образом, различия по частоте полного патологического ответа не приводили к изменению частоты операции, сохраняющей молочную железу. Мы также знаем, что остаточные подозрительные микрокальцинаты в молочной железе являются отдельной проблемой, ограничивающей использование органосохраняющей операции после НСТ, поскольку они очень редко, собственно, разрешаются после НСТ, даже в ситуации отсутствия жизнеспособной остаточной опухолевой ткани. И, соответственно, удаление всех микрокальцинатов после новодевантной системной терапии является абсолютно необходимым для того, чтобы добиться получения отрицательных хирургических границ, даже в ситуации, когда это может требовать даже проведения мастектомии. И есть масса, скажем так, опасений касательно безопасности органосохраняющей операции после НСТ. В метаанализы, в котором было включено 10 РКИ, сравнивавших НСТ с одевантной системной терапией, хотя и не было выявлено различий по выживаемости, наблюдалось увеличение частоты локорегиональных рецидивов на уровне 5,5% в группе новодевантной системной терапии. И это увеличение, возможно, связано с сложностями, с получением отрицательных хирургических границ в этой группе пациентов. Как насчет будущих перспектив развития? Да. Каковы же у нас перспективы с точки зрения хирурга, который занимается РМЖ? Я сам оперировал рак молочной железы уже почти что 30 лет. И надо сказать, что из клинических исследований мы видим очень высокие уровни ПЦР у пациентов, у которых трипл положительный или трипл отрицательный РМЖ после дневодевантной системной терапии. И, как правило, это очень соотносится с возможностью избежать хирургического вмешательства у тех пациентов, о которых я говорю. Если у нас есть... И вот этот уровень ответа на терапию может определяться при помощи биопсии и при помощи средств визуализации. В моей стране и, скорее всего, в России также ситуация схожая. В Соединенных Штатах также хирургия является на самом деле менее затратным лечением, если лечим системной терапией, включая лечение побочных эффектов. Соответственно, мы зачастую определяем наличие ПЦР. И также мы пытаемся определить локальный, локорегиональный контроль. У тех пациентов, у которых мы получаем хороший ответ на неодевантную системную терапию. И мы пытаемся устранить или, так скажем, убрать из нашей перспективы хирургическое вмешательство. И надо сказать, что это что-то, что является преждевременным. И ведение пациентов без хирургического вмешательства будет включать в себя гораздо больше визуализации и биопсии. То есть нам будет необходимо взять несколько биоптатов, провести дорогостоящие визуализационные исследования. И в долгосрочной перспективе мы должны будем определить, во-первых, допустимую, во-вторых, рентабельность подобных подходов. На данный момент они не являются до конца изученными. То, что касается будущего, скорее всего, через пару десятилетий от настоящего момента, когда визуализация будет гораздо более адекватной, и мы сможем на него больше полагаться, затем мы сможем гораздо лучше различать разнообразные опухоли и резидуальные, остаточные опухолевые ткани. И, возможно, мы сможем также определять изменения после терапии. И затем системная терапия, скорее всего, также улучшится во многом. Это, скорее всего, будет эра, которая действительно позволит нам изучать безхирургические методы. Еще одна проблема и очень важная тема для обсуждения – это, прежде всего, воздействие стильной терапии на акселлярную хирургию и хирургию подмышечной области. Надо сказать, что введение клинических отрицательных узлов и у этих пациентов, у которых биопсия стражевого узла не рекомендуется до НСТ. НСТ снижает необходимость диссекции лимфатических узлов в акселлярной области. И биопсия стражевых узлов может быть идентифицирована в более чем 90% этих пациентов. И также ложно-отрицательные результаты могут быть получены в 7 до 12% случаев. Локорегиональные рецидивы также очень низкие – это приблизительно 2% в подмышечной области. И мы должны сказать, что биопсия стражевого узла является стандартной практикой у этих пациентов с клиническими узлами в подмышечной области после неодевантной системной терапии или НСТ. Как насчет введения пациентов, у которых положительные узлы в подмышечной области? Надо сказать, что использование неодевантной системной терапии привело к тому, что у нас все большее количество полного клинического ответа и радиологического, и клинического полного ответа у тех пациентов, у которых были положительные узлы. И также сегодня у нас идет обсуждение следующего противоречия. Все ли пациенты, у которых были положительные лимфатические узлы в подмышечной обуви, до неодевантной терапии, все ли они должны получать диссекцию узлов в подмышечной области, если у них хороший полный клинический ответ? Но надо сказать, что стадирование узлов в подмышечной области и определение их как положительных или отрицательных, у тех пациентов, которые проходят неодевантную терапию, это на самом деле очень сложный момент. Из-за очень высокого уровня ложно-отрицательных результатов и также из-за очень низкого уровня выявляемости. Если вы посмотрите на полный патологический ответ после неодевантной системной терапии по всем молекулярным подтипам РМЖ, то в этом случае вы увидите, что лимфатические узлы и их уровень конверсии из-за положительных в отрицательные будет ниже, опять-таки, в люминальном РМЖ-А, это приблизительно 15%. И если вы посмотрите на эту цифру, это 36% у пациентов с люминальным РМЖ-А типа Б. И также здесь у нас меняется от 36% до 65% у пациентов с херпоражительным люминальным РМЖ. И приблизительно 45-50% у пациентов с трижды негативным РМЖ. У пациентов с резидуальной опухолью после неодевантной системной терапии мы видим, что чаще всего это пациенты с херпоражительным РМЖ и ДМВ-1. И также это пациенты с херпоражительным РМЖ. Это по результатам исследований Катрин. У них значимое снижение безрецидивной выживаемости у пациентов с резидуальной опухолью после неодевантной химиотерапии. И ложно-отрицательные результаты по биопсии строжевого узла гораздо выше после неодевантной системной терапии. Но надо сказать, что использование двойного трейсера и также, если мы убираем три сторожевых узла и предоставляем неодевантную терапию системную, то это снижает во многом уровень ложно-отрицательных результатов. Вот эти ложно-отрицательные результаты они приблизительно 12,6%. И по результатам исследований Акскок 10,71%, и вы видите, что здесь у нас фактически 8,4% после неодевантной химиотерапии по исследованию Синфанг. И это 14,2% в исследовании Сантина. И 14,7% в том исследовании, которое проводили мы. В нашем исследовании, надо сказать, у нас 67 пациентов с РМЖ с патологическими находками в лимфатических узлах получали неодевантную системную терапию, и они были включены в наши исследования. Мы использовали двойной трейсер для биопсии сторожевого узла, и также мы проводили диссекцию акселярных узлов после биопсии сторожевого узла. Уровень выявляемости был 92%, и количество ложно-отрицательных результатов было приблизительно 14%, 13,7%. Надо сказать, что по результатам нашего исследования ложно-отрицательные результаты в основном были связаны с мультифокальными, мультицентровыми, так скажем, опухолями, и также с лимфоваскулярной инвазией, и также с количеством пораженных лимфатических узлов. Также, то, что касается консервативной хирургии, консервативные хирурги уверены, что акселярная лимфодисекция должна оставаться стандартом подходов к этим пациентам для пациентов с положительными узлами, потому что они действительно глубоко убеждены в том, что биопсия сторожевых узлов, она не является высокоточным методом для того, чтобы понять бремя опухоли и также биологию опухоли. Также она не дает нам онкологической безопасности в долгосрочном периоде, и надо сказать, что биопсия сторожевого узла также компрометирует во многом решение по поводу дополнительной адювантной системной терапии, которая может значимо повлиять на выживаемость. И надо также сказать, что нет никакого уровня доказательной базы, которая бы поддерживала отсутствие рутинной диссекции акселярных лимфатических узлов у этой подгруппы пациентов. Существует достаточно много 25 минут на доклад. Спасибо большое. Мы ждем ваш последний слайд. Итак, я тогда заканчиваю вот на этом слайде. Я слышу русский язык, к сожалению, и пытаюсь каким-то образом делать паузы. И вот именно по этой причине я немножечко отстал, наверное, потому что я не хотел говорить слишком быстро. Итак, я вот тут работал с переводом, и поэтому слышал русский язык, у меня на это ушло немного времени. Я прошу прощения, но у меня по большому счету осталось несколько слайдов всего. Надо сказать, что мы снижаем и надо сказать, что мы используем иммуногистохимию, и если это также влияет на пациентов с положительными лимфатическими узлами, и надо сказать, что наше исследование также показывает, что диссекция лимфатических узлов и количество ложно-отрицательных результатов мы можем добиться ниже 7%, это, по крайней мере, наши результаты 2018 года. вот это снижение ложно-отрицательных результатов действительно многообещающее, и надо сказать, что это, безусловно, нужно интерпретировать очень осторожно, потому что вот, скорее всего, это произошло из-за небольшой выборки пациентов, и таким образом мы не можем сделать объективных выводов. Второй момент, это бремя заболевания может также играть очень значимую роль в точности интерпретации данных у пациентов с ХЕР-2 положительным раком. И также мы должны принимать во внимание таргетную акселерную диссекцию. Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо.